Субтитры сделал DimaTorzok Очень много вопросов было показать наш дом Ну что, он за моей спиной Пойдемте Что ж, друзья, действительно очень симпатичное, живописное место Мы живем в районе Кашкай Кашкайш Слышите шум? Сейчас покажу вам, что происходит Возможно, не видно Мы возьмем на квадрик снимем Там куча попугаем живет, представляете? Здесь наша парковка Наш автомобиль И Очень зелено, красивые цветочки Все в камне Дом каменный Несмотря на очень сильную жару В нем все время комфортно Либо Днем прохладно А ночью комфортная температура Не скажу, что в городе очень много деревьев Умеренно 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 зелено Потому что все-таки жарко И все это поливать нужно Но У нас прямо В круг Во все окна Очень Разная Зелень Деревья Кусты Цветы Это наша квартира Или наши апартаменты Или наш дом Я не знаю, как правильно сказать Но Мы дадим туда чуть позже Тут маленький садик Здесь Наша Наша веранда Здесь мы Пьем кофе В тени деревьев Ой Сушилка для вещей Там находится солярий Соляриями в этой местности Там и в Испании Тоже называют места Собственно для загара Тут меньше деревьев Падает солнце И Вот тут Мы Мы могли бы загорать Но на самом деле Этого не делаем Нельзя Друзья спортсмены Если вы Соревнуетесь Готовитесь с соревнованием Не ходите на пляж загорать Ни в коем случае Может быть у вас будет много кайфа Да И вы не так часто едите на море Но В случае Долгого нахождения на солнце Вы получаете Что это загар Это легкий ожог И адаптация к ожогу Это появление пигмента Так вот Легкий ожог Это отек Кожи Под кожей Поэтому От солнца себя берегите Видите Я даже в закрытой кофте Ой Я еще как экзибит Видимо ходил с цепью Честно сказал Ладно В общем Не загорайте до сорев Нету кота В общем здесь Дом кота Здесь у нас Живет Кот Два входа С той стороны Заезд для автомобиля Здесь Так скажем Черный ход Вот эти цветы Очень вкусно пахнут Прям я не знаю Не знаю что это Оно красивое Был сильный Ураганный ветер В первую ночь Позрывало немножко Если знаете как называется Напишите Просто мне интересно Ну что ж Вот мы Вот мы и дома Очень красивое панорамное окно Прекрасный Действительно вид Что ж Такой классический Средиземноморский стиль И знаете Я был очень много где И в том числе И в том числе в Испании Много раз В разных городах И жил в разных квартирах Тут реально здорово И комфортно Полноценная кухня Полноценный гарнитур Хорошо по технике У нас есть микроволновка И оказалась Очень удобной Удачной Вот эта печка Кстати Леха У нас с тобой Скоро уже обед Поэтому Надумаю Пять минут На пять минут Мы поставим Погреться лосось Стеки лосося В бальдерническом уксусе И немножко соли Ой в бальдерническом Афинниковый уксус Микроволновочка Кофемашинка Мы накупили себе капсул Кстати Это Ошановский кофе Фирменный Здесь он по крайней мере вкусный Я вам уже говорил Что кофе я пью с МСТ маслами Поэтому МСТ масла И сахарозимитель Это из дома Это без сахара Какие-то напитки Пустой Я выпил Не убрал Нехорошо Это коллагенчик Невкусный кстати Тут стояли красиво На самом деле Все эти вазы расставлены Но нужно было место нам Поэтому все это я сделал Немножечко бардак Но хозяева потом расставят Кухня Ну все необходимое Не все Кстати Минус Маленький холодильник Сюда все запихивается С большим трудом Внизу зелень Пакет с яйцами Пакет с яйцами Пакет с рыбой Кстати Ведь сделаем Наверное вечером До радостного Лев Лимончик Картофель Замаринованный Томатная паста С миска солевая Гормон Хамон Хамон Камон Чуть-чуть тертого Пармезана Совсем немножко Зелень Зелень Пачку петрушки Надо съедать каждый день Всю мою аптеку Вы уже видели Повторять мы по ней Не будем Плита Газовая Нажимаем паузу Что это Ну не знаю Может что-то оригинальное Написали на себе Ничего особенного Огурец Огурец Невкусный Мне какая-то Девушка показала В магазине На вопрос Where is cucumbers Она написала Вот это Она наверное подумала Что я качок И мне огурец нужен Для того чтобы есть Как многим атлетам Но нет Я не такой Я огурцы ем А Не использую Альтернативы Пью я бруснивер Прикольное решение Мне понравилось Правда симпатично Вот эти вот Трубы Для полочек Вот такая мелочь На фоне плитки Делает здорово Там и сладости Полка со сладостями Она ждет меня После соревнований Ну и сегодня Я съел Вот на данный момент Уже 250 сложных И 100 грамм Простых Углеводов С простыми углеводами Я уже подтормаживать Начинаю И перехожу Только на сложные К вечеру А завтрашний день Буду только на батате Диван Чуть не сломал Мне спину Друзья мои Сейчас объясню Почему Ну Есть какие-то привычки У людей Не знаете Он низкий И я уставший У меня такие ноги Подзабитые Отпозированные Я такой Пришел Надо присесть Леха работал У меня же было музыку скачать Леша был заед Я такой И вот сюда И прямо честно Немножко перепугался А вот это место Походу еще более просиженное Но в целом Смотреть телек То норм Ну Там какие-то Как вставать теперь Мне нужна веревка Ой Ой-ой-ой Старость-нерадость Отправляемся дальше Тут необычные О, это не картина Или картины Она из кусковки сделала Только сейчас заметил Современное искусство Мне не понять Ну что В мою комнату тут уж правда совсем ничего необычного кроме табуретки друзья мои а сейчас внимание знатоки вопрос странная даже музыка помнишь это только были маленькие что вы никогда и лошадка для чего тут табуретка внимание ответ вешал сюда капельницу низковато очень медленно текло а когда осталось пол капельницы вообще перестала идти поэтому соорудили вот такую конструкцию и куда-то упала скрепка у меня была скрепка на полу нужно будет ее поднять в общем из скрепочки сделали крючок подвесили капельницу все работало здорово на сегодня прошла регистрация собственно всем участникам давали вот такие вот штучки с блестяшкой в общем это называется знаете что это скажу вам так сертификат лузера когда человек ладни лузера то очень неправильно было сказано на самом деле очень много участников и сильных не все могут видеть сертификат бумажка ну что ты участвовал в общем да это же не медаль просто такая есть у каждого ну кто-то даже ими гордиться потому что да по честному уже как должна быть смелость человека чтобы выступить готовиться пройти определенный путь даже легких аскез поэтому плохо я сказал неправильно некрасиво вот такой сертификат дают есть сертификат кто помнит наверное это только старички поймут это носки носки из нашей из россии олимпийский мишка мэйда розовые шерстяные носки в них я хожу на каждом турнире который приезжаю не знаю это не какая-то у меня знаете такое типа на удачу нет 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 скорее такая шутка не шутка резиночка для сопротивления 30 килограмм зарядка кровать комфортно очень матрас очень комфортно по температуре здесь я высыпаюсь я высыпаюсь хорошо себя чувствую это важно ванная комната вообще убраны интересно или нет ладно во первых главное она большая опять же редкость более редкость большая в рифму говорю реальный экзилит добро пожаловать наши ванная ванная душевая кабина полочки шампунь сахар я уже показывал зачем нужно в общем вот так она выглядит все простенько я не знаю сушилка для белья или лестница но в общем они полотенца ну и спальня пацанов в общем тут ребята кстати тоже неплохие матрасы тут ребята обитают светленько симпатично некоторые писали откуда появился сани перминов так у вас почему вообще живет в общем саша привел с алису привез приехал с алисей она очень хорошей форме действительно считаю что у алисе есть шансы на сейчас или на другом турнире пройти квалификацию на турнир мистер олимпия но то помещение где она живет во первых как мальчику с девочкой жить вместе раз этом одна комната в которой я плечами трусь об стены но поэтому саня из-за того что освободилось одно место в отсутствие романа саня попросился пожить у нас я нам не жалко поэтому все мы с вами приютили сегодня олеся приезжал он там повалялась по загорала вроде как ну потому что у нее там правда шум гам какие-то ниггеры местные а вот по ночам общем такое себе местечко все-таки надо отдохну морально потому что ну это не очень легко она молодец прям такой серьезный спортсмен молодец мой ничего не скажешь тяжело а кому сейчас легко только мне только мне легко не знаю почему потому что в общем добро пожаловать показал правда приятно правда комфортно сейчас мы будем доставать еду потихонечку потек немножко лосось вот ничего страшного естественно потому что у нас из-за фольги ну это застревает по размерам но с другой стороны если бы не было фольги приходилось бы постоянно быть противне а мы вообще что-либо очень неприкольно поэтому еду не жарим запекаем очень максимально сочные на самом деле все-таки дали маски нам как бы фирменные зарегистрировался сегодня успешно и был с весом восемьдесят шесть килограмм садится батареечка ну чё страшно перезапустится почему ее хватает для контроля вы поняли да что я утром был восемьдесят шесть на регистрации но эти весы показывать утром 87 но они на пол килограмма показывают обычно больше я везде их вожу и плюсом я еще очень хорошо подписывал там до регистрации влазил я в категорию не применяя мочегонная я только использовал слабительное растительного происхождения вот и в принципе вы понимаете хватило но вчера был тяжелый день вчерашний потому что я вчера очень много пил практически не ел но вот дало полка получилось как планировал очень было важно сделать вес без использования мочегонного чтобы не портить во первых то получается если его применяешь а у меня еще до турнира два дня получается да на загрузку если ты применяешь мочегонная то ты уже обязан дальше удержать раз столько дней удержать даст определенную возможно плоскость мышц два я вообще хочу выходить без мочегонных препаратов ну как я пью брусневер я пью брусневер и канифрон но не знаю вы считаете препаратами так скажем мочегонными сильно про канифрон многие слышали не знают я вам состав прочитаю чтобы вы просто понимали что такое канифрон это экстракт травы золототысячника лебестока лекарственного корня розмарина листья вода очищенная 29 грамм спирта вот из растительного сырья написано так написано сбалтывать оказывается перед употреблением ни разу не читал инструкцию и на самом деле я его даже не капаю в ложку я его я не буду врать я просто так вот беру и глубоко немножечко усасываю по ощущениям ну чтобы во рту как бы чайная ложка примерно получалась поэтому не знаю ну вот канифрон оказывает в принципе довольно полезное его действие в целом организм все получилось в лес доволен это здорово мы хотели с тобой ролик на 5 минут опять у нас час ребят спасибо что вы смотрите спасибо что вы поддерживаете я не скажу что тяжело и не буду врать и рассказывать про слаженный путь это полная херня мне нормально но конечно хочется лежать на кровати кушать каждые полтора часа в будильнику на самом деле очень хочется куда-нибудь съездить что-то поснимать красивая алексей разобраться с квадрокоптером вот он лежит малыш на малыш малыш квадрик так что завтра в любом случае мы поступим так у меня уже будет меньше еды я щас добью весь батат нарежу чтоб с утра его сделать погрузим в фольгу контейнер обмотаем пленкой свозим алесу на регистрацию несчет написала на хера ты с ними возишься я объясню это тяжело человеку тяжело реально это раз конечно тоже не просто нажать 15 минутах от нас отвезти привести забрать до магазина да это тяжело и мне не всегда нравится но ребята не говорят по-английски нормально разобраться с многими вещами сложно и мало того от английского в португалии толка мало потому что португальцы тоже плохо поговорят по-английски и даже сейчас на регистрации мне приходилось некоторым иностранцам помогать делать вещи слушая людей из организаторов они объясняли что надо я уже на пальцах качка потому что ну я умею работать с качками объясните мне что сделать за них как обычно дурацкая привычка браться делать самому и так далее но ничего с этим не поделаешь так что завтра вы окажетесь на регистрации профессионалов вы увидите как все происходит возможно некоторые результаты будут регистрироваться скажем в свободной форме одежды до соревновательных костюмах мы говорим про бодибилдинг и пока мы не знаем регламента до любителей регистрируются все в перемешку кто-то хочет приходит как у профиков будешь будет не знаю куда регистрировали ребят там рому и диму вратанцева там по категориям что в общем мы увидим посмотрим до завтрашнего дня с вами прощаюсь желаю вам отличного просмотра здесь вам просмотра понравился поэтому ставьте комментарий поставьте лайк поделитесь с друзьями вот и еще в связи с тем что видим людям интересный турнир появилось много зрителей на канале которые не очень адекватно себя ведут в комментариях друзья мои я вам одну вещь скажу она будет ценная для вас если вам не нравится в этот же момент выключать даже не пишите комментарии знаете почему вы тратите драгоценное время своей жизни на то чтобы начать какую-то гадость задеть меня невозможно потому что вы кончены а вы кончены знаете почему потому что ни один из вас никогда не подошел ко мне на выставке и не высказал свое фи вы слабовольные бесхарактерные идиоты и это очень обидно лучше не смотрите меня отпишите канала вот прям в моменте перестала нравится выключайте не нужно слушать песни которые вам не нравятся но если вы это в ваших силах не нужно смотреть фильмы которые вам не нравятся выключайте фильм уходите занимайтесь чтением пустите время спорту семье образование используйте его с толком для себя да то есть вы пишете гадости про какие-то моменты ролика которые происходят на 40 минуте то есть вы 40 минут смотрели вам было так противно у вас проблемы с головой и поэтому наверняка вы крайне несчастный весьма кончен и неуспешный человек я желаю изменить это своей жизни добиться сдающихся результатов и тогда я думаю станьте добрее пока